Что тут говорить? Французы даже перед битвой думают о девушках. Ну а те в лучших традициях гусарской баллады, платья и веера с радостью меняют на мунтиры и сабли. Приходится жертвовать красотой, не краситься, а только вот усы себе подрисовывать. Но если девице и в мужском платье здесь никого не удивишь, то эти песни и пляски немцам с французами в диковинку. А каково было наполеоновским войскам, когда с луками и стрелами на них пошли башкирские конники. Северные Амуры, так их прозвали здесь за исключительную меткость. А поэт Гёте даже пригласил башкир к себе домой. На луч колчан, лук со стрелами подарили Гёте. Сохранился один из них имен, на присотник Гусман Гумеров, лично подарил такую вещь. Но в гости ходили после битвы, а с неё вернулись далеко не все. Самое крупное и кровопролитное сражение в истории до Первой мировой войны. С обеих сторон в битве народов участвовало до полумиллиона человек. 90 тысяч погибших. Из них более 20 тысяч среди русских войск. Против Бонапарта тогда вместе выступили Российская империя, Пруссия, Австрия, Великобритания, Испания, Португалия и Швеция. Поражение под Лейпцигом обескровило наполеоновскую армию и, по сути, позволило потом запереть Бонапарта во Франции. К исторической реконструкции той великой битвы любители военной истории со всей Европы готовились больше года. Это тот случай, когда и в чистом поле бывает тесно 6 тысяч только участников сражения. Зрителей почти 40 тысяч. Причем желающих увидеть битву народов было столько, что вход в зрительский сектор пришлось перекрывать из соображений безопасности. Те, кому не хватило билетов, буквально облепили крыши соседних домов. Забрались даже на хранилище местного завода. На поле боя тем временем разгораются нешуточные страсти. То и дело, кого-то на самом деле ранят и уносят на носилках. Некоторые здесь так возбуждены, что их бы силком увезти с поля боя и врачу показать. У них просто пунцовые лица. Высокое давление для некоторых участников может действительно быть опасным. Не это имеют в виду историки, говоря про старую наполеоновскую гвардию. Но на поле боя вышли и те, кому за 80. А до этого в строю они прошли по несколько километров. Я привык к военной службе, и мне этого не хватает. Зрительским ушам хватило с избытком. Два часа нескончаемых пушечных залпов, ударов кавалерии и штыковых атак. В то время как на поле догорал последний подожженный артиллерий домик, в палаточном лагере ставили кастрюлю на огонь. Прусское оружие не только помогло разбить Наполеона, но и прусскому королю мир обязан фразой «Война войной, а обед по расписанию». И вам благой Дмитрий Волков, Любовь Дмитриева.